Продолжение следует... Есть огромное желание что-то сделать хорошо для города, но не всегда это совпадает с какими-то профессиональными критериями. И сегодня мы не оспарим, что хороший человек или плохой Дмитрий Валерьевич. Он хороший человек, потому что он хотел сделать хорошо для города Мариуполя, для своего любимого города. Сделал ли он хорошо, удалось ли это ему сделать, есть результаты расследования, которые мы, подчеркиваю, мы не оглашаем. Потому что есть честь и достоинство человека, есть честь и достоинство депутата. Я хочу сказать, действительно было и видно старание. Я бы назвал это старание так по-хозяйски. Я вам приведу пример на себе. Я в прошлом году у отца на могиле посадил два можжевельника. В этом году на поминальный день я пришел, я их и выбросил. Почему? Потому что я в этом ничего не понимаю. Я считал, что достаточно прикопать, полить, и оно будет расти. Вот прикопал, полил, и оно не выросло. Я хотел бы, чтобы Дмитрий Валерьевич перешел на новую позицию. И в рамках тех реформ, что мы партии «Скверы» выделяем в отдельное направление, и на эту позицию сегодня ищем нового руководителя, мы Дмитрию Валерьевичу предлагаем возглавить другое, новое направление, которое будет отвечать за формирование целой концепции. Это реформы ЖКХ. Возглавить направление по созданию ОСНД и реформы ЖКХ. Если, Дмитрий Валерьевич, у вас нет возражений, я прошу ваш комментарий в отношении того, что вы услышали, моих предложений. Владимир Сергеевич, я услышал для себя основную позицию, вашу позицию. Хочу сказать вам спасибо большое за поддержку, за понимание той ситуации, которая сложилась за эти годы. И, конечно же, серьезное это направление. Я думаю, мы с моей командой обсудим это детально. И, конечно же, все новое, интересное будем пытаться работать. Надо отдать должное и Максиму Бородину, и группу «Бесте». В плане контроля, особенно в последний год, 15-й год, позволил усилить контроль и более эффективно использовать бюджетные деньги, больше того, решать проблемы. Да, есть упущения, и по ним будут сделаны выводы. Я надеюсь, они будут объективными. Но хотелось бы перевести этот разговор в конструктивную плоскость. Я скажу честно, у меня были на момент создания комиссии определенные опасения, что может действительно куда-то уйти или в политическую плоскость, или в какую-то плоскость другую. Все выводы, я надеюсь, что после подписания вами решения, что это полноценный татар будет опубликован, чтобы действительно могли люди ознакомиться. В соответствии с законом, Максим. В соответствии с законом. Сейчас уже, наверное, как специалисты видят, что на протяжении многих лет у нас сменяются климатические условия. И у нас сейчас происходит засыхание деревьев даже те, которые многолетние. То есть они стоят по 10-15 лет, по 5, по 7, и они засыхают. Я также, подчеркиваю, не хотел бы, чтобы этот вопрос стал политическим, наполнен был политическим смыслом, или какой-то коммерческим смыслом. Поэтому мы этот вопрос передаем дальше как изначально, как говорили два месяца назад. Будет расследование, будут факты выявлены, здесь вступает в силу закон о труде, и мы посмотрим, что в законе о труде написано, и что мы сделаем в отношении вот этого конкретного факта. Дальше передаем этот акт правоохранительным органам, и уже правоохранительные органы расценивают, есть состав преступлений или нет. И вот я считаю, что вот с его гражданской позиции, там, где, возможно, не будет доступа такого прямого к финансам, но есть активная его гражданская позиция. И до того, что своего рода это такой штрафбат, в который мы его отправляем, и говорим, что ты, пожалуйста, искупи, но я надеюсь, что не кровью, а потом, искупи, пожалуйста, и отбери свой и депутатский значок, и вообще гражданскую позицию. Продолжение следует...